Любой, кто вернется с испанских островов Тенерифе, Лансароте и Гран-Канария, будет вынужден отправиться на карантин по прибытии на родину. Напомним, Канарские острова оставались единственной территорией в Испании, куда европейцы могли свободно путешествовать без угрозы угодить на обязательную изоляцию. Министр транспорта Великобритании Гранд Шиппес написал в своем твиттер, последние данные показывают, что число случаев заболевания и положительных тестов на Канарских островах постоянно увеличивается, и поэтому мы удаляем их из списка решетка Травел Коридор, чтобы снизить риск импорта COVID-19. Начиная с 4 утра субботы, 12 декабря, все прибывающие с этих островов должны будут самоизолироваться. Эта новость стала ударом для туризма Канарских островов после того, как буквально несколько дней ограничения для туристов были ослаблены, начиная с 10 декабря местные власти больше не требуют проведения дорогих ПЦР-тестов и довольствуются более дешевой альтернативой. В то время, как остальные испанские курорты до сих пор настаивают на проведении всеми приезжими полных ПЦР-тестов, в течение 72 часов до поездки въехать на Канары можно с отрицательным результатом экспресс-теста на антигены. Такие экспресс-тесты не только существенно дешевле, но и быстрее и доступнее, чем ПЦР. Туристы неоднократно жаловались, что, грабительская, стоимость тестирования больше, чем билетов на самолет, за семью из четырех человек приходилось выкладывать до 500 евро. Традиционный зимний сезон на Канарских островах начинается 1 декабря, и теперь возникает вопрос, много ли европейцев захотят приехать сюда на отдых, чтобы гарантировать себе двухнедельный карантин по прибытии на родину. С другой стороны, с 15 декабря начинается программа по сокращению карантинных ограничений с 14 дней до 5. Правда и здесь существуют подводные камни, путешественникам придется заплатить за дополнительные тесты как в первый, так и в пятый день, чтобы иметь возможность покинуть карантин. Стоимость каждой процедуры от 70 до 140 евро. Ботсвана и Саудовская Аравия, две страны, которые были добавлены правительством Великобритании в список безопасных на этой неделе, вряд ли могут заменить популярные острова с понятной европейской инфраструктурой. Как и Аруба, Бутан, Восточный Тимор, Монголия и шесть Тихоокеанских островов, добавленные чуть ранее. В целом Испания сообщает о более чем 1,7 миллиона случаев заболевания коронавирусом, причем накануне было зарегистрировано почти 5000 новых заболевших из 186 летальных исходов. Тиризм, АРЮ.